Если мы приглашаем людей в бизнес и предлагаем ему зарабатывать по партнерской программе, соответственно, ему нужно про партнерскую программу будет рассказывать. Если мы людей просто проинформировали о том, что есть такая возможность, дальше нужно дождаться момента, когда они проявят интерес. Интересно ли им зарабатывать деньги сегодня, либо им достаточно быть инвестором, клиентом, и они могут в дальнейшем просто докупать себе какие бы то ни было пакеты долей компании, тогда, когда они захотят, кстати, заставить кого-то, перемотивировать, я не вижу смысла. Конечно, у нас в процессе движения по развитию нашего проекта будут какие-то промо-акции появляться, будут выгодные пакеты и так далее, людей, которые просто стали инвесторами и клиентами нашей компании, информировать об этом необходимо. Потому что все-таки, если ты купил, например, пакет один раз, там у тебя 100 тысяч акций, и ты видишь в этом перспективу, и в принципе, скажем так, не сидишь, как жаба там в углу, и год не плачет, что ты потратил деньги, да, то почему тебе не докупить еще? Потому что, и вы понимаете, с каждым месяцем у нас, о нас все больше и больше будут знать в мире, и последняя информация тому подтверждения, да, что увеличивается поток людей, которые приезжают на территорию Республики Беларусь с целью ознакомления с технологией, что у нас сделано, да, увидеть уже вживую, скажем так, транспортные средства, которые перемещаются по территории технопарка, увидеть то, что проходит, скажем так, снятие показателей, то есть тестовые испытания, промышленная отработка там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому партнерская программа по большому счету, если так вот говорить широко, да, это инструмент для улучшения жизни людей, финансовую составляющую, вот, как бы нельзя назвать, что это идеальный инструмент для улучшения жизни во всех направлениях, да, но как бы так, улучшение финансовой стороны вопроса, который касается жизни каждого человека, да, то есть используя вот эти, делая простые шаги здесь, давая информацию своему окружению, вы имеете возможность увеличить приток, ну, такой энергии, как деньги, да, а потом уже ей распоряжаться в том направлении, которое вы посчитаете нужным, потому что я знаю, что вот даже сейчас в комнате немного людей, и у нас разные немножко взгляды на жизнь, чего бы вы хотели в жизни видеть, да, кто-то больше любит театр, кто-то любит ходить на хоккей, кто-то любит, скажем так, заниматься, разгадывать различные ребусы, там, либо сканвордами, там, и так далее, и так далее, и мечтает о том, что пригласят на поле чудес, да, для этого тоже нужны деньги, чтобы ехать, и так далее, и так далее. То есть взгляды на жизнь у всех, в принципе, могут быть разными, а инструмент, который дает компания Skyway Capital, он для всех одинаков, и методика, скажем так, работы с информацией, да, она тоже должна быть унифицирована, вот я знаю, что Светлана и Игорь и читали, и смотрели информацию, касаемую того, как нужно развивать партнерские структуры от господина Рэнди Гейджа, да, то есть человек, который мне понравился, знаете, чем? В первую очередь, он ничего не приукрашал, да, он говорит о бизнесе MLM, как есть на самом деле, он говорит о плюсах и минусах этого бизнеса, и он говорит на своем опыте, имея, скажем так, миллионы долларов, заработанные за спиной, да, как лучше все-таки это делать, как проще это делать, да. Он говорит, в принципе, вот по созданию системы работы с партнерами, да, то есть она называется система спонсирования, он говорит, я могу себе поставить твердую четверку, там, 4 с небольшим плюсом, он скромный, он не говорит себе, что ставит на 5, потому что, вы знаете, любые вещи можно улучшать, но вот очень важно, чтобы, скажем так, то, что делаете вы, если вы делаете простые шаги, чтобы ваши партнеры, которые приходят, не улучшали, не довешивали сверху своих каких-то барсиков, да, не делали информацию красивее, там, и прочее, прочее, прочее. Вот именно поэтому сейчас, как бы так, встал вопрос об унификации, об упрощении, донесении, по крайней мере, первичной информации, донесении информации по маркетинг-плану, вот, и дай бог все сложится, скажем так, у нас будут люди, которые будут обучать наших партнеров первым шагом, которые необходимо по-любому предпринимать в нашем бизнесе для того, чтобы стать успешными, да, я не буду сейчас раскрывать эти секреты там, или, в принципе, секрет здесь такой, что секретов там не будет никаких, да, главное, чтобы вы в своей голове, которую я знаю, скажем так, напичканы огромным количеством знаний, опыта, да, которые вы пережили на протяжении всей своей жизни, не пытались что-то усложнить. Вот вам будут говорить, скажем так, на мероприятиях, что вот такие-то, такие-то простые шаги могут вас привести к результатам, да, но мы можем, скажем так, эти шаги начать делать прыжками, мы можем эти шаги, скажем, делать на руках, мы можем ползти там, что-то, скажем так, совершенствовать, вот тут уже не факт, что вы дойдете к чему-то, понимаете, да? То есть есть болото, по которому прошло какое-то количество людей, они знают те кочки, ту тропинку, которая может вас привести к успеху, если вы будете просто идти, да, если не будете, скажем так, пытаться вот по этой тропинке, вот так по болоту перебегать, туда-сюда, туда-сюда. Итак, друзья, партнерская программа, ее основное преимущество на сегодняшний день это простота, у нас есть 6 квалификационных уровней, называются они партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Важно отметить следующее, что основное преимущество нашей партнерской программы то, что у нас накопительный маркетинг план. То есть вот эти 6 квалификаций, если вы действительно начали движение и перешли от клиента, да, у нас можно оставаться клиентом, не попадать никуда вообще вот в этот маркетинг план, не зарабатывать здесь денег и никто у вас не будет, скажем так, каким-то образом прессовать, уговаривать, заставлять что-либо делать, да? Да, вот, есть маркетинг план и клиент, человек, который не подписал партнерское соглашение, соответственно, у него есть возможность покупать пакеты долей компании тогда, когда он захочет увеличивать свой портфель инвестиций, ну, скажем так, мимо него будет проходить денежный поток, который мог бы, скажем так, он зарабатывать. Соответственно, ему не будут доступны реферальные ссылки в личном кабинете, потому что они будут доступны только после того, как вы подписали партнерское соглашение. А реферальная ссылка это самый важный инструмент для начала бизнеса, потому что вы ее даете своим потенциальным партнерам, они по ней регистрируются, таким образом начинает выстраиваться ваше первое поколение, они дают свои реферальные ссылки и таким образом начинает накатываться так называемый снежный ком, да, то есть рост вашей партнерской структуры. Кто-то это называет виноградная гроздь, кто-то называет это дерево, потому что в обратную сторону и так далее. Названий много разных, потому что есть понятие команда, структура и сеть. И вот они, кстати, неоднозначны. Те, кто работал в MLM бизнесе, они понимают, что сеть – это все. Это все люди, которые зарегистрированы у вас в подвале. Их может быть несколько десятков тысяч. Структура – это уже, скажем так, организация, которая какие-то действия предпринимает. Кто-то становится клиентами, кто-то становится партнерами и так далее. А команда, она не всегда бывает огромной. Команда – это те люди, которые продвигают проект, те, которые активно строят бизнес. И это ваши лидеры. Если вы лидер сами, и у вас есть в команде несколько лидеров, и у них есть свои несколько лидеров, вот это и есть команда. Я никого не хочу обидеть, потому что клиенты, просто партнеры, которые иногда что-то делают и так далее – это структура. А команда – это те, с которыми вы решаете серьезные вопросы, с которыми вы, скажем так, продвигаетесь по этой жизни. Те люди, с которыми вы добиваетесь успеха и помогаете им добиться успеха. Вот если вы будете относиться к нашему бизнесу именно таким образом, что ваша цель будет сделать успешными какое-то количество людей, вы знаете, он у вас сложится. Не самому вылезти вперед, и быть главным, и бить по башке тех, кто высовывается. К сожалению, есть такие люди, они наверняка есть и в нашей компании, которые хотели бы быть везде «я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я». Если кто-то вылазит там, скажем так, или начинает быстрее развиваться, для этого человека начинаются очень сильно тревожные дни. Так вот не переживайте, если в вашей команде в первом поколении или во втором, лучше, конечно, в первом, будут люди, которые начнут динамично развиваться и становиться успешными, наш маркетинг-план, который накопительный, вас все равно подвинет к высшей квалификации. Потому что, скажем так, 2-3 лидера, которые в первой структуре, раз, они вас на следующую ступеньку подняли, они выросли еще раз, хоп, снова вас подняли. То есть, в принципе, у нас методика продвижения по партнерской программе по большому счету напоминает движение альпинистов в горах. То есть, у вас люди вытолкнули наверх, и вы им сверху подаете руки, тащите их за собой. Таким образом, вы пошли дальше на покорение вершины. Вершина у нас 6 квалификаций. Какое количество человек дойдет до топ-экспертов, вы знаете, не ограничено ничем. То есть, вы сами вправе решать, нужно ли вам это, сколько часов затрачивать на свой бизнес, да, как рекомендует тот же самый Рэнди Гейдж. Он никому не говорит, что, ребята, бросайте все и 24 часа в сутки без сна, там, без еды, без чего занимайтесь этим бизнесом, хотя он прекрасен по своей внутренней, скажем так, сущности, да. Посвящайте этому поначалу 7-10 часов в неделю. Не пытайтесь себя лишить чего-то, что, скажем так, у вас, ну, греет душу, да, либо своих родных и близких. Не лишайте своих родных и близких себя самого. Потому что некоторые люди, приходящие в MLM бизнес, делают очень большую ошибку, да. То есть, они с головой в него уходят, вот, им, может быть, родные не поверили, и они в итоге от них, как бы, дистанцируются, пашут в этом бизнесе 8 дней в неделю. И в итоге те, которые за ними не пошли и видят, что человек от них оторвался, начинают сомневаться вообще, тем ли он занимается, да, они сомневались и до этого. И возникает стена. Вот, чтобы этого не происходило, есть такое понятие баланса, есть понятие гармонии, да, вот слово гармонию любят, например, в Юго-Восточной Азии, там, в Японии, в Китае и в других странах. То есть, гармоничны, да, ничего не выбрасывайте из жизни, что может сделать ее хорошо. Продолжайте общаться на хороших, добрых отношениях со своими родными и близкими. Любите тех, кого вы любили, вот, пусть они любят вас. Потому что, в принципе, вот это то, что я назвал, это очень важно в жизни. Если между вашими родными и вашими друзьями, знакомыми, которым предложили даже эту информацию, ну, вдруг они, может, не стали вашими партнерами, но вы продолжаете дружить и поддерживать теплые отношения, знаете, они могут прийти позже, они могут вам в итоге развить, помочь эту структуру. И все равно, как вот мы не смотрели, у нас сейчас там мир интернета, у нас там тысячи возможностей, у кого там семь пядей во лбу, и кто умеет строить большие структуры посредством интернета из незнакомых людей, все равно в итоге приходит к тому, что структуры, построенные на тех людях, которые, скажем так, нам являлись близкими, это родственники, друзья, знакомые и так далее, они более живучие, они более долгосрочные, вот, и быстрее с такими людьми добиваются успеха. Пусть их поначалу будет два-три, у этих двух-трех могут быть свои два-три, да, которые все-таки поверили из большого круга. Но еще один очень важный момент, так как мы работаем с людьми из нашего ближайшего окружения, вы знаете, когда вы займетесь этим бизнесом, очень важный факт вы увидите, да, вы еще поймете одну сторону своей жизни, то, что, как люди к вам относятся, вот тех людей, которых вы считали друзьями, тех людей, которых вы считали своими приятелями и так далее, данный бизнес проверяет. Я, опять же, не ставлю сейчас точек, там, плохие люди, хорошие люди и так далее, но вы увидите на самом деле, насколько ваше мнение о чем бы то ни было авторитетно для тех людей, которых вы считали своими близкими друзьями. Вы знаете, какие-то друзья, сомнительные друзья в итоге, друзья по вину и мясу, они могут от вас уйти, но ничего страшного в вашей жизни не произойдет. Главное, чтобы даже с этими людьми вы, как бы так говорится, немножко дистанцировались, но на хорошей, доброй ноте, да, чтобы вы не били друг друга бейсбольными битами словесными, да, чтобы вы там не обижались, не желали друг другу там чего-то такого, спину попутного, да, и так далее, и так далее. Но круг людей вокруг вас, если вы начнете становиться успешными благодаря бизнесу по партнерской программе, вы знаете, он будет меняться. Потому что, если вы сами будете становиться более позитивным, да, если вы будете добиваться своих целей, если вы будете немножко расширять свой кругозор, расти личностно, а без этого нельзя, вы не сможете стать мастером, да, управлять какой-то структурой, где-то внутренне не поднявшись над тем, кем вы были до того. Это происходит в процессе. Главное, это вы хотите не бояться. Самое большое, что может вам помешать в этой жизни, это страх. Вы знаете, есть два сильных чувства в нашей с вами жизни. Одно из них на одной чаше – это любовь, а на второй – страх. И никогда не бывает, чтобы в одной точке было и то, и другое. Вы можете, преодолевая страх, дойти до состояния, что там будет любовь, но вы можете оказаться в обратном направлении. Я вам желаю все время, скажем так, делать в своей жизни то, что вам приносит удовольствие, делать это из глубины сердца, делать это от души. Что касаемо нашего маркетинг-плана, нашей партнерки, рекомендовать людям данную возможность, потому что это шанс. Шанс сегодня кому-то вылезти из долгов, кому-то, скажем так, улучшить свое финансовое положение, кому-то понять, что жизнь – это не только, скажем так, 12-часовой рабочий день с утра до вечера и по выходным дням, и так далее, и так далее, и так далее. Что это инструмент, который может вас привести к тому, о чем вы, возможно, мечтали в детстве и уже давно забыли. Многие люди не мечтают. Есть куча книг, в которых говорится, что я часто… Кстати, Рэнди Гейдж тоже говорит, я говорю, приезжай куда-то, замечаю одну вещь. Многие взрослые люди перестают мечтать, и, к сожалению, их жизнь становится однообразной. Я не говорю, чтобы витать в облаках, я не говорю, чтобы жить в мире иллюзий. Мечтать в плане того, что если вы живете, у вас есть семья и так далее, живете в каком-нибудь, например, двухкомнатной квартире, может, даже хорошей и так далее, почему, скажем так, у вас растут дети, почему не помечтать о том, чтобы квартира стала больше, чтобы дети играли не в той комнате, где они спят, а в детской отдельной. Чтобы у вас, возможно, по мере развития вашего бизнеса появился свой кабинет и так далее, и так далее, и так далее. Это, казалось бы, просто меркантиль, но, тем не менее, почему нет? Это приятно. Если у вас есть автомобиль, который на трех колесах, какой-нибудь, там, китайского производства, знаете, есть такие грузовички, почему не помечтать о том, чтобы он хотя бы стал на четырех колесах? Ну и так далее, и так далее. Не буду сейчас заниматься мотивацией, не буду, это не моя тема сегодня, скажем так, говорить о целях, говорить о том, как к этому нужно относиться. Есть огромное количество книг, огромное количество видеотренингов, касаемых, скажем так, постановки цели, понимания, наконец-то, того, что жизнь все-таки это такая штука, которая планируемая где-то. И вот наш бизнес, он тоже планируемый. Наш бизнес тоже позволяет вам, загадав себе что-то, рассчитать, какие действия можно сделать, касаемо того же маркетинг-плана, чтобы получить то количество денег, которое может улучшить вашу жизнь до того уровня качества, которого вы хотите. Вступление свое сейчас я, как бы так, немножко прекращаю, и сейчас хочу сделать следующее. То есть, в принципе, я вам сейчас включу ролик по маркетинг-плану, ну как мы это делаем обычно. Не буду я сегодня, скажем так, подробно рассказывать. Одно хотел сказать, я уже сказал, что слайды мы переделаем на следующую неделю, у нас задача такая, где-то в середине недели они будут поменены, и следующий вебинар, когда у меня будут новые слайды, и обязательно по ним вам пройдусь, расскажу и так далее. Вот, и эти слайды будут переведены на другие языки, и точно так же будут распространены, скажем так, по структуре всей компании Skyway Capital. Вот, мы не делаем слайды для того, чтобы они были только у нас. То есть, если эти инструменты вам помогают, мы только этому рады. Итак, друзья, маркетинг-план нашей компании, последний, свежий, который, да, после, с восьмого этапа развития нашей компании. И потом, если будут вопросы какие-то, касаемые маркетинга, либо чего-то еще, мы с вами их разберем. Я ненадолго вас... Партнерская программа компании Skyway Capital – возможность, которая позволит вам начать зарабатывать уже сегодня, не имея для этого специального образования. Все, что вам нужно, это рассказывать о компании тем людям, которым вы искренне желаете успехов и процветания. Люди очень охотно присоединяются к компании, и уже более 250 тысяч человек прошли регистрацию и активно интересуются нашими общими успехами и вносят свой вклад в общее развитие. Итак, представляем вам партнерскую программу компании Skyway Capital. Квалификации партнерской программы – партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете – это клиент. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, знакомиться с технологией Skyway, задавать вопросы и получать ответы сотрудникам службы технической поддержки, приобретать акции и ждать выхода компании на мировой рынок. После заключения партнерского соглашения в вашем личном кабинете вы получаете статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения с четырех уровней своей команды. С первого уровня он получает от суммы инвестиций 15%, со второго – 4%, с третьего – 2%, с четвертого – 1%. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 100 долларов. В первом поколении есть минимум два человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов. Консультант может рассчитывать на следующие вознаграждения с пяти уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 5%, с третьего – 3%, с четвертого – 2%, с пятого – 1%. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум три человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующие вознаграждения с шести уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 3%, с пятого – 2%, с шестого – 1%. Мастер. Условия выполнения квалификации. Мастер. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующие вознаграждения с девяти уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%. С седьмого по девятый – 0,5%. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Эксперт. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующие вознаграждения. До двадцатого уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого уровня – 16%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента, с десятого по двадцатый – 0,2%. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта, все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующие виды вознаграждения. До 24 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого – 17%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента, с десятого по двадцатый – 0,2%, с двадцатого по двадцать четвертый – 0,1%. На своем экране вы видите общую схему выплат и условий по партнерской программе. Нажмите паузу и изучите более детально. Дополнительный бонус для активных партнеров Схема выплат вознаграждения по количеству оплат в первом поколении или, другими словами, за личные продажи. Условия получения бонуса Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. Закупленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляются по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Пример из расчета пакета акций на 50 долларов вы видите на своем экране. Нажмите паузу и изучите. Правила и условия партнерской программы Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации – объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Особенности партнерской программы Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 18% от лично привлеченных инвестиций. И от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по уровням в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины – максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничений по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. Более подробно о маркетинг-плане вы можете узнать, посетив онлайн-встречу с Максимом Ведро, где он более детально рассказывает о каждом моменте. Расписание занятий – на сайте. Также вы можете самостоятельно изучить маркетинг-план в своем личном кабинете. Как найти информацию в личном кабинете, вы видите на своем экране. С уважением, Skyway Capital. Итак, друзья, видите, сам того не ожидая, я вам даже включил ретро-версию маркетинг-плана, то есть та, которая была предпоследней. Ну вот Светлана мне написала по поводу реализации мечты и так далее. Действительно так происходит. Вы знаете, существует, как я говорю, большое количество книг. Я так предполагаю, что какое-то количество из вас смотрели фильм «Секрет» или «Тайна» его еще называют. Вот те, кто это делал, поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате. Те, кто ни разу его не смотрел, вы можете просто легко его найти в Ютубе. У меня просто есть он на дисках и так далее. Так вот, в фильме «Секрет» рассказаны простые вещи, которые, скажем так, используют люди, сегодня являющиеся успешными. Причем те, которые начинали с уровня бездомных, нищих и так далее. Все, кто представлен в том фильме, у них не было гладкой жизни, у никого у них не было богатого наследства, большого наследства. Они всех к своему успеху шли, используя те принципы, которые рассказаны в том фильме. И там есть Эстер и Джерри Хиггс. У них есть серия книг, которая называется «Просите, дано будет вам». Вот Светлана правильно написала, что мы, как бы, своими мыслями осуществляем заказ Вселенной. И вот в этих книгах, которые пишут Эстер и Джерри Хиггс, люди непростые, которые, скажем так, ну, в это сложно поверить или нет, кто-то, верите, не верите, то есть имеют, скажем, возможность выхода на тонкие материи, назовем как-то, да, вот если простым языком сказать. Они говорят следующее. Все, что вы желаете в этой жизни, оно исполняется. Все исполняется. Но вот они подходят еще с такой важной точки зрения к нашей жизни, как эмоции. У них есть эмоциональная шкала. Вот самые негативные эмоции и до самые позитивные. И мы в разные периоды своей жизни действительно, скажем так, находимся в разном расположении души, в разном настроении. И вот есть как бы нейтральное там состояние, да, и пошло вверх по этой шкале, это уже в плюс, вниз это в минус. То есть самое, скажем так, тяжелое состояние в жизни, самая, скажем, низкая эмоция, которая у них считается, это уныние, да, это полная, скажем так, апатия и так далее, и так далее. Ну, конечно, самое веселое, самое позитивное, это состояние радости, состояние, скажем так, ну, в общем, у вас все хорошо, да, то есть. И когда вы желаете в таком состоянии, то вероятность исполнения вашей мечты, она очень близка к 100%. На пальцах, там не написано так, но я это понял следующим образом. Допустим, вы очень сильно хотите денег, а находитесь на отрицательной части шкале эмоций, да, там, я не знаю, у вас может быть зависть какая-то, вы злый, вы там боитесь чего, страх, он тоже на шкале отрицательный. И вы вот боитесь и желаете, да, вот я хочу там столько-то денег. Вы знаете, вселенная вам эти деньги бросает, вот, только вы с очком стоите не в том месте. Эти деньги падают вот там, когда они должны были упасть в состояние подъема, в состояние радости, в состояние удовольствия, удовлетворения и так далее. А вы со своим страхом здесь сидите, да, заказываете это все, и оно валится, а вы просто не можете это поднять, потому что оно валится в другом месте. То есть на это тоже стоит обращать внимание, почему я говорю, что наш бизнес можно делать в разном состоянии души, но если вы его делаете с удовольствием, без камня за пазухой, да, без мысли о том, как обобрать какое-то количество людей, чтобы самому просто стать богаче, а дальше трава не расти, оно лучше складывается, когда вы делаете в хорошем расположении духа, с хорошими эмоциями и с желанием успеха другим. Очень важный момент, касаемый нашего маркетинг-плана, касаемый нашего бизнеса и так далее. Если вы умеете, либо научитесь радоваться реально успехам других людей, которые будут достигать успеха, то вам это будет возвращаться тоже многократно усиленно. Поверьте, не все любят, не все умеют радоваться успехам других. У нас полно в нашей жизни вокруг, тоже вроде бы хорошие люди, но они, знаете, завистливы. Они вам, когда вы рассказали об этой возможности, что у нас можно стать успешным, можно добиться успеха, можно при помощи маркетинг-плана зарабатывать уже сегодня и в будущем получить серьезный источник дохода, они, когда за вами не пойдут и всей душой где-то внутри будут рады тому, что у вас не будет получаться. Есть такие люди. Что вы сделаете? Но у них жизнь в принципе не складывается. Может, вы слышали такое выражение? Если вас кто-то обидел, ну бывает такое, сказал обидное слово и так далее. Не надо сразу отвечать, бросать него камнем в ответ. Внутренне досчитать до сети, подумать, что у человека что-то плохо в жизни. Вот вы можете проследить свою жизнь в том состоянии, когда вам было хорошо, вы были там близко на вершине блаженства, либо, скажем так, вы получаете удовольствие от жизни, у вас все строится нормально, нормально. Вы никого не обидите в этом состоянии. Вы никогда не подумайте о том, чтобы кому-то сказать плохое слово. Потому что вам хорошо. А когда вы хороши, тогда вам хорошо в жизни. Нет просто той энергии отрицательной, которая из вас может пойти. Итак, может, немножко пофилософствовал, друзья. Друзья, смотрите, маркетинг-план рассказал практически все преимущества нашей партнерской программы. Единственное, добавлю к нему следующее. То, что при движении по маркетинг-плану у нас односторонний рост. Вы никогда не будете падать вниз. Только потому, что у нас не нужно подтверждать квалификацию, не нужно делать жесткие товарообороты и так далее. То есть, единожды поднявшись на следующую ступеньку, вы можете двинуться на следующую. В рост. Потому что все, что делаете вы, ваша структура первого поколения, ваша личная оплата, оно все накапливается и двигает вас в односторонний рост. Второе. Сейчас у нас введена структура верификации, а так маркетинг-план можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. Это одно из основных преимуществ. В мире существует не так много компаний, из нескольких тысяч, которые работают по партнерским программам, где есть мгновенные выплаты. То есть, как правило, это несколько бинарных компаний. В одной из них мне приходилось, скажем так, сотрудничать с ней. Несколько лет назад, там, где под тобой делалось какое-то действие, тут же происходило, скажем так, начисление, и ты мог эти деньги идти и снимать на карточке, с карточки. У нас практически то же самое. Единственное, вам в личном кабинете нужно будет заказать выплату на ту платежную систему, на которую мы выводим. Там несколько платежных систем, куда финандир нашей компании может выводить денежные средства, которые вы заработали по партнерской программе. Если люди, которые заходят нам в бизнес по вашим рекомендациям, и те, которые уже были, верифицировались, то любое движение, любой товарооборот, который происходит у верифицированных людей, наверно, начисляется в вознаграждение по цепочке вверх, в том размере, который положено. И присвоение квалификации тоже очень важно. Если вы выполняете квалификацию сегодня, следующую, то сегодня она вам будет и дана. И следующий, скажем так, товарооборот, который будет происходить, вы уже будете получать по тем процентным раскладкам, которые соответствуют более высокой квалификации. В большинстве компаний MLM бизнеса это делается раз в месяц, как выплату денег, так и присвоение квалификации. И, по сути дела, постфактум. То есть вы выполнили квалификацию первого числа, вы работаете весь месяц с уменьшенными процентами, которые соответствуют предыдущей вашей квалификации, и только в следующем месяце вам дают следующую. Огромное количество компаний, которые не дают следующую квалификацию по истечении только одного месяца выполнения товарооборота и тех условий, которых нет. Где-то два месяца подряд нам делать, где-то три, где-то полгода. То есть если вы выдерживаете полгода какой-то большой объем товарооборота и так далее, выполняете все условия, вам дадут следующую квалификацию. Но если вы хоть единожды потом в одном месяце делаете меньше, вы сразу же с нее слетаете и получать начинаете меньше, и квалификацию теряете. Вот у нас этого нет, и это очень большой плюс. По большому счету, то, что хотелось рассказать, наверное, было озвучено и в ролике, и то, что я говорил на словах. Действительно, бизнес у нас интересный, бизнес у нас простой. Я говорю, что самое главное преимущество маркетинг-плана – это его простота. Ничего сложного нет. Не нужно, скажем так, каких-то сложных формул для того, чтобы вычислить, какой процент вы будете зарабатывать. Все дано вот здесь в таблицах, в рисунках. И еще добавлю от себя в конце, что вот эти рисунки, которые я сейчас листаю, на следующей неделе они, наверное, уйдут в прошлое, то есть они будут нарисованы. Хотя для меня они, конечно, были понятны, потому что я их сам рисовал. Для многих людей, скажем так, которые выходят на такую страницу и видят какое-то количество кружков, может быть, что-то непонятно. Но это будет, скажем так, доработано, будет сделано лучше, будет, скажем, в корпоративном цвете, на синем фоне и так далее. У меня на сегодняшний день все. То, что я хотел вам рассказать. Единственное, в планах, как я вам сказал, руководство унифицировать работу и сделать, скажем так, целый ряд инструментов, позволяющих вам двигаться в едином ключе, это, кстати, важно. Еще раз добавлю, то, что если информационное поле едино, если все, скажем так, говорят то, что говорят здесь, в Кишиневе, в Киеве, в Москве, где там еще в Минске, в соседних странах, в Вильнюсе, в Риге, в Таллине и дальше поехали, Варшава, Прага, Братислава, Будапешт, потом пошли Берлин, Париж, Лондон и так далее, и так далее, и так далее, та же Астана, мы только от этого будем выигрывать. Когда мы не будем выдумывать чего-то своего, когда у нас будет достаточно простой информации, которую мы можем донести, которую мы можем повторить, и люди, если будут за нами, которые приходят в бизнес, делают то же самое. Ну, по крайней мере, есть очень важное преимущество, те, кто у вас будут в глубине вашей структуры, на пятом, седьмом поколении и так далее, они будут понимать то, о чем вы говорите. Потому что, если этого не сделать, и каждый будет совершенствовать, добавлять чего-то, либо выкидывать и так далее, то буквально на глубине трех-пяти уровней люди уже перестают понимать, в одной ли они компании работают, и об одном неделе они говорят. Но это практика. Я думаю, те, кто работал в MLM-компаниях, они это видели, знают и сталкивались. У меня все, коллеги, если есть вопросы, смело пишите сейчас их в чате. На следующей неделе формат у нас остается прежним. Но если будут какие-то изменения по касаемо презентации, то есть родилась идея давно, то есть я жду реализации ее уже два с половиной месяца, но дай бог все это сложится. Если отмашку дадут, то, я думаю, будет интереснее нам с вами работать. Спасибо вам за то, что были сегодня на вебинаре. Благодарю вас за ваше присутствие. Будете приглашать ваших партнеров, ваших людей? Ну, я думаю, нам будет еще веселее. У этих людей могут появиться вопросы, и нам будет о чем поговорить еще. Ну, а такой вопрос, касаемый, кстати, партнерской программы. Вот нас немного здесь, да, по сути дела, три пятерки хоккейной команды без вратаря. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то трудности непосредственно у тех, кто находится в комнате, для того, чтобы развивать бизнес по партнерке? Чего не хватает? С чем сталкиваетесь, что не можете преодолеть? Есть такое. Спасибо тем, кто благодарит. Может быть, это актуально, может, сейчас что-то попробуем разобрать. Я не говорю, что я там какой-то маг, волшебник, гипнотизер, да, и сказав слово, что у вас все получится, у вас все получится. Нет. Но есть вопросы, которые бывают, скажем так, важны для многих. Кто-то боится их задать, да. Кто-то задает, и другие услышат ответ. Но так оно обычно не происходит. Это в школе происходит, в институте, в различных клубах по интересам и так далее, и так далее. Хорошо, друзья, я смотрю, что вопросов нет. Еще раз спасибо вам большое. Запись данного вебинара будет. Я думаю, ее выложат на наши интернет-ресурсы. Ну, а со всеми вами хочу узнать то, что люди не верят в честность, Вадим. Ну, это же везде. Это как бы не только в компании Skyway Capital, не касаемо маркетинг-плана, сетевого бизнеса и так далее. Честность вообще такая штука, которая... Я не могу сказать, что она редка. У нас очень много честных людей. Кстати, если вы будете говорить о бизнесе честно, ничего не будете добавлять, не говорить, что это самая золотая возможность, ты вот приди, только принеси денег и ничего не делай, ты станешь богат. Это будет большой плюс. Кстати, за вашу честность вас будут уважать. Вы знаете, да, вот у нас есть люди, которые, может быть, не очень богаты, но они честны. Если у них еще нет злобы по отношению к богатым, это нормальные люди. Они могут любить то, что они делают. Они могут любить свою профессию. Они могут любить то, чем они занимаются. За это их надо только уважать. Это может относиться к разной сфере. Педагоги, врачи, военные. Абсолютно разные люди, которые даже гордятся тем, что они однажды выбрали свою профессию. И пусть она им не приносит такое огромное количество денег, как, например, какой-то бизнес, который построен на подставах и на обмане. Но они честно выполняют свое дело. Они идут по своей стезе выбранной. И, наверное, за это их стоит уважать. Вот если вы так же будете уважительно относиться к тому, что вы делаете, не стесняться деятельности под названием, давайте я скажу прямо, дистрибьютор. Вы даете информацию. Вы человек, который осуществляет информационную работу по нашей компании, рассказывать и так далее. То есть если вы не будете стесняться того, что вы строите этот бизнес, это очень большой плюс. Через какое-то время люди будут это ценить. Они поначалу могут это не воспринять, сказать, что это за фигня и так далее. Но если вы будете где-то стоять на своем, при этом оставаться просто человеком открытым, по отношению к ним, не искать виноватых, не обижаться на кого-то и так далее, как в песне Макаревича. Не проклинать, не спорить, а простить всех тех, кто на тебя рукой махнули. На каждого из нас у смерти есть по пуле, так стоит ли об этом говорить. Поэтому все у вас будет двигаться. Мы с этим сталкиваемся везде. В каком бы направлении мы ни пошли, покупать помидоры на базар мы иногда приносим, если в темноте, нам могут подсунуть гнилой. А есть, я вот видел людей, причем разных национальностей абсолютно, которые работают на рынке и у них нет цели, скажем так, тебя обуть лапки и дать тебе какую-нибудь дрянь. Они к этому относятся с душой и для них клиенты важны. И они все-таки уважают то, что они делают. Даже если они торгуют овощами, либо что-то еще. Кто-то должен это делать. Спасибо вам всем за внимание. Вадим, вам отдельный привет. Ступинский район, Подмосковье. Бывал там несколько раз не так давно. Хороших выходных, отличного настроения, успехов в нашем бизнесе. Пожелаем всем вместе дружного успеха нашей технологии. Здоровья тому же генеральному конструктору. Ну и до новых встреч. Всегда рад с вами общаться. Если кто-то будет здесь в Москве проездом, вы знаете, что вы имеете право приехать к нам в офис. Единственное, заранее позвоните, менеджер вас встретит. Может, с кем-то из вас пообщаемся лично. Здоровья, любви и денег. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok